МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Волгограде стартовала трехлетняя программа благоустройства дворов. Старт новому этапу реконструкции внутриквартальных территорий дал губернатор Андрей Бочаров. В ходе программы 150 дворов Волгограда получат новое благоустройство. Их приведут в порядок. О создании современной, отвечающей запросам жителей среды, мы поговорим в программе «Скажите честно». Сегодня в студии. Виталий Александрович Кокшилов, заместитель главы Волгограда. Здравствуйте. Максим Николаевич Лагунов, заместитель председателя комитета по экологии и благоустройству Волгоградской городской думы. Здравствуйте. Михаил Карлович Норкин, председатель комиссии общественной палаты Волгограда по архитектуре, градостроительству и городской среде. Здравствуйте. И Михаил Юрьевич Ведяпин, председатель правления ассоциации советов многоквартирных домов Волгограда. Здравствуйте. Добрый день. Перед нами благородная задача сегодня поставить в известность наших уважаемых зрителей, как будет выглядеть Волгоград, а точнее его интимная дворовая часть уже в ближайшее время. Губернатор дал старт большой интересной программе. Три года она будет длиться. В ходе этой программы будут ремонтироваться, как мы уже поняли, придомовые территории. У меня вопрос. Дело в том, что я так услышал, что программа уже вроде как по благоустройству Волгограда существовала. И была она десятилетней. Но сейчас как бы идет уточнение. Три года дается на благоустройство дворов. Расскажите, что это за новая программа и в чем ее особенность? Речь, наверное, идет не столько о самой программе, которая уже, как вы правильно говорите, действует, сколько о ее, скажем так, втором дыхании. Потому что те средства, которые выделены в этом году на ремонт дворовых территорий, это достаточно большие деньги, только 300 миллионов рублей предполагается, как вы правильно сказали, каждый год в течение трех лет выделять именно на благоустройство дворовых территорий. Такого финансирования на именно дворовые территории не выделялось никогда. И поэтому только в этом году получается благоустройство 42 дворовых территорий, не только самих дорог и проездов, но и пешеходных связей, освещения, о чем, кстати, всегда жители обращаются. И это большая проблема освещения внутри дворовых территорий. И установка малоархитектурных форм. Я просто вам скажу для сведения, что только одного асфальтобетона планируется уложить больше 120 тысяч квадратных метров. Это 95 тысяч на проезды и 23 тысячи на пешеходные связи. Поэтому вот такого масштабного ремонта до сих пор не было. И из 150 дворов, о которых вы сказали, 42 мы планируем сделать в этом году. Руки поставлены сжатые, жесткие. И мы планируем закончить все эти работы до Дня города Героя Волгограда. У меня есть цифра. 100 тысяч, порядка 100 тысяч волгоградцев получат новые дворы. Мне интересно, все районы Волгограда будут объяты этой программой или какие-то обиженные все-таки останутся? Нет, этой программой охвачены все районы Волгограда. Начинали, чтобы вот... Очень многие задают вопрос, по какому принципу отбирались эти дворовые территории. Конечно, начинали с худших. И здесь очень тесно сотрудничали с администрациями районов, в свою очередь, которые разговаривали с жителями, смотрели, где находятся какие-то социальные объекты, где проходят маршруты движения детей в школу и все, что с этим связано. Поэтому в первую очередь, конечно, делали те территории, которые на сегодняшний день являются самыми востребованными. Максим Николаевич, у меня тогда к вам вопрос по поводу денег. Вот сейчас была озвучена серьезная сумма. Расскажите мне, а вот, собственно, как формировалось финансирование программы, какие деньги, ну, в общем, мы уже немножко слышали об этом, будут заложены, и где источник финансирования, откуда эти средства? Ну, если позволите, немножечко истории. Данная программа, она работает с 2016 года, и называлась она «Наш дом, наш двор». Вот та, которая десятилетняя, да, речь? Да, да, да. Она начиналась под флагом партии «Единая Россия». Она опробировалась на территории Волгоградской области, и через год она уже вошла в федеральную программу. На первый год деньги выделялись с местного бюджета, я имею в виду субъект Андрей Иванович Бочаров выделял деньги. На второй год уже деньги пошли в федеральные. Программа более расширилась. На сегодняшний день, как я понял, трехгодовалая программа, это будет выделено порядка одного миллиарда, если, грубо говоря, по 300 миллионов в год на три года. Это, опять же, деньги субъекта. То есть пока мы тратим свои, но, как показывает практика, если программа покажет себя успешной, мы можем в перспективе рассчитывать и на федеральные средства. Я уверен в том, что программа с 2016 года, она себя уже зарекомендовала как более успешная. Почему? Потому что и на предвыборной кампании, когда мы готовились, ну не готовились, а проходили предвыборную кампанию у жителей города, когда заходишь, встречаешься во дворы, получали запросы. Первый вопрос, а как попасть, а как сделать, а давайте помогите. И это шло как наказы избирателям. И по сегодняшний день, буквально как только были сняты вот эти ограничения ковидные, мы, опять же, депутаты, выходим на территории, встречаемся с жителями, и данный вопрос, он всегда в приоритете. Всегда задаются эти вопросы, как попасть, помогите. И встречаемся, разъясняем. Ну и вроде все получается, потому что в ту программу, которая идет сейчас, путь попадания в нее там конкурсный. Конкурсный, да? Допустим... То есть нужно преодолеть какие-то все-таки сложности, трудности, добиться статуса. А эта программа следующая, которая про дворы, она для всех, я правильно понимаю? Ну, как я понял, там уже отобраны те территории, как Виталий сказал, это те территории, которые в совсем худшем состоянии. А я бы вот говорю про ту программу, которая действует на сегодняшний день. А она продолжает действовать? Конечно, продолжает действовать, отбираются дворы, готовятся проекты, все это продолжается. Я понимаю, это параллельно будет идти программа. Спасибо большое. Еще один к вам вопрос. Вот мы сейчас говорим про дворы, а для понимания, а что такое двор, собственно? Конечно, меняются правила, меняются какие-то законодательные акты. Выходя во двор, я, естественно, его визуально могу окинуть взором и сказать, это все мое. На самом деле, когда в документы углубляешься, понимаешь, что не все, что я вижу во дворе, это двор, на самом деле, юридически. Как определить, кто об этом знает? В управляющую компанию определиться, нужно обратиться. Ну, я думаю, управляющая компания, естественно, она в курсе, где проходят границы межевания всей территории. Ну, в большинстве части все дворовые территории, они муниципальные и принадлежат городу. Вот те дороги, о которых ремонт сейчас вспоминают? Да, ну, как правило, все жилые дома, они отмежеваны по отмостку. Это как правило. Ну, бывают те моменты, когда это РСЖ, там дворовые территории принадлежат собственникам жилья. Правильно? Ну, и новая застройка, она включает в себя не только территорию по красным линиям, но и дворовые территории. Это уже новые жилые дома, которые после ввода в эксплуатацию сразу межуются, включая дворы. А вот старые жилые дома, как правило, они были по красным линиям, поэтому вот часть территории оказывается муниципальной. Михаил Карлович, хорошо, что Вы взяли слово. Скажите, вот по поводу устройства дворов, как оно должно выглядеть сейчас? И можно ли по новой моде последних пяти лет ставить какие-то ограничения, заборы, шлагбаумы? Двор вообще должен быть проходным? Или можно огородиться от всех и жить в своем домике? Ну, мы иногда не замечаем, что, в общем-то, полжизни человека проходит во дворе. Человек выходит на работу через двор, приходит с работы через двор, встречается с соседями, разговаривает, сидит на лавочке. Детей оставляют бабушкам, дедушкам, они гуляют... Серьезная нагрузка на территорию. Днем с ребенком. Ну, извините, бомжи тоже там иногда отдыхают во дворах. Если не повезло. Вот. Значит, поэтому... Хорошо, что уделяют огромное внимание сейчас и средства выделяют на эти дворы. Потому что, насколько человек будет комфортно себя чувствовать, приходя с работы, или уходя на работу с хорошим настроением, видя, какой все прекрасный. Газон, цветники, лавочки, деревья. Все пострижено, все чисто, убирается. Конечно, это будет здорово. Это будет и настроение человека. Он работать будет с удовольствием. И жить с удовольствием. Ну, это как бы преамбула разговора. Значит, тут самое главное, на мой взгляд, не забыть о комплексности. Вот, как бы, опыт благоустройства вне дворовых территорий, да? Он уже имеется. Бульваров, улицы и так далее. В чем там есть, вот, как бы, опыт показывает какие-то шероховатости, которые не получаются. На мой взгляд, это вот отсутствие комплексности. Вот, например, бульварная часть, значит, набережная, верхняя терраса набережной. Прекрасно сделано все. Ну, перейдите улицу Чуйкова на ту сторону. А там разгромленные тротуары. Хорошо. Хорошо, Михаил Короцкий. Можно это сделать было бы сразу все. Вот вы говорите о городских территориях. У меня действительно с вами нет никаких сомнений, что должно быть в комплексе все. Но дворы-то разные. И год постройки домов. И территория, которая прилегает к домам. И, в общем-то, сама архитектура должна тоже, наверное, как-то влиять на то, что будет на придомовой территории. Ну да, я сейчас договорю еще вот ту фразу, которую я хотел. То есть, если мы делаем сейчас благоустройство двора, нельзя забывать, что из двора человек выходит куда? На тротуар. Поэтому, на мой взгляд, благоустраивая какой-то двор, делая проект благоустройства двора, нужно не забывать о тротуарах. То есть, включать в этот проект тротуары вокруг домов. Чтобы человек вышел, не упал, не сломал ногу, а сразу вышел на прекрасный тротуар. Если говорить об истории данного вопроса и о примерах дворов, конечно, вот центральная часть Волгограда, историческая часть, особенно улицы Мира и дворы, примыкающие к улице Мира. Это пример, классический пример, как должны выглядеть дворы. Они по масштабу, они для человека очень приятны. И дальше, значит, во дворах всегда ставились малые архитектурные формы, которые украшали двор. Это фонтаны, например. По улице Мира мы можем встретить, что там есть фонтаны. Вернее, были фонтаны. Не все работают? Они сейчас все не работают. Они сейчас все не работают. И причина, кажется, как бы банальной. Вот когда мы вместе с организацией ВИАС, нашей проектной организации, которая разрабатывает, делает много по благоустройству центра города Волгограда, разрабатывали концепцию восстановления улицы Мира, включая дворы. Так, в принципе, и договорились с губернатором, что нужно включать в эту всю программу и дворы. И губернатор дал нам поручение общественной палате. А вы поговорите с людьми. Как люди, их взгляд на это. Финансирование мы найдем. А как они на это смотрят? Тяжелая работа. Люди-то разные. И вот тут не получается. Когда говоришь, что мы хотим восстановить фонтан. Ой, не возражаем. Только учтите, что за это будете платить вы. То есть подача воды, насосы, эксплуатация. О, тогда не надо. Тогда возражаем. Тогда не надо. Мы засыпем землю и посадим цветы. Вот тут тоже вот эти вопросы надо решать при проектировании данного двора. Чтобы эти вопросы не остались нерешенными. Обязательно. Что если мы делаем дворы, мы делаем это для кого? Для людей, которые там проживают. Все-таки к вопросу о каких-то типовых проектах. Возможно ли в Волгограде иметь маломальский общий образ, ну, например, там, жилого двора? Ну, конечно, в принципе, при проектировании этих дворов, скорее всего, будут применены какие-то типовые решения. Обычно смотрят в каталоги, там, скамейки, урны, там, другие малые формы. Сейчас очень много, так сказать, продается, значит, детских аттракционов всяких и так далее, которые можно устанавливать во дворах. Разрабатывать отдельно, как раньше, например, было, если мы возьмем, там, улицу Краснознаменскую во дворе. Там сделали крепость из бревен и так далее. Были такие веяния в 70-е, 80-е годы, когда по индивидуальному проекту делали во дворе или горки деревянные и так далее. Теряет актуальность такая тяжелая архитектура сейчас уже, к сожалению. Вот, это сейчас актуальность. А может, и к счастью, что, к сожалению. Поэтому, значит, скорее всего, будут, наверное, применены все-таки какие-то типовые решения, но с учетом специфики, которые сейчас существуют. Это качество самих домов. Это классические дома, это там модерн, это там, значит, постмодернизм или современные какие-то жилые дома. И все это в Волгограде будет? Все это в Волгограде. Какая красота. Прям слушал бы и слушал бы. Все это будет разное в соответствии вот с такими, значит, веяниями. Спасибо большое. Михаил Ильич, к вам вопрос следующий. Вот как раз по поводу взаимодействия с жильцами. Вот, собственно, ваша ассоциация занимается тем, что объединяет жильцов, объединяет руководителей ТСЖ, управляющих компаний, многоквартирных домов. И вы пытаетесь достичь консенсуса, договориться. Когда вот сейчас такая важная возникла мысль отремонтировать дворы, мне кажется, это настало ваше время. Просто нужно сейчас консолидироваться, собраться и обозначить мнение. Мы этим в рамках своей работы, в ассоциации мы этим и занимаемся. Расскажите немножко о том, как вы работаете, пожалуйста. Да, ассоциация создана и существует для объединения советов многоквартирных домов, представителей ТСЖ, ТСН, для решения тех вопросов, которые у жителей возникают при их повседневной жизни, в том числе при взаимодействии с управляющими компаниями. Мы оказываем как практическую, так и юридическую помощь, как собственникам помещений, так и председателям советов многоквартирных домов. То есть вы не только с руководством управляющих компаний, но и с жильцами непосредственно? Конечно, это тот контингент, с которым мы, в общем-то, и работаем. Дому необходима та помощь при содержании общего имущества, встраивании диалога с управляющими компаниями, органами местного самоуправления, организациями, осуществляющими функции жилищного надзора, вот выстраивание этого диалога – это одна из основных целей. Как представители власти реагируют на ваши заявления, на ваши просьбы? Есть контакт? Да, конечно, мы стараемся всегда в досудебных каких-то допретензионных порядках решить вопрос именно выстраивания диалога. Потому что построение именно такого диалога является ключом к успеху в достижении тех целей, которые реализуют управляющие компании. То есть это содержание общего имущества в квартирных домах. Михаил Ильич, вот к вопросу о том, что во дворе должно быть. Вот мы сейчас немножко пофантазировали о том, что это будет модерна или барокко. Вы являетесь куратором конкурса на лучший двор. Да, я являюсь координатором партийного проекта «Жители МКД». Да, даже так. Тем более, значит, вы в руках держали какие-то вот уже планы, проекты, варианты, видели их, с талантливыми людьми общались. Да и вообще просто срез мнений, наверное, тоже имеете определенный. Чего люди-то хотят? Давайте про талантливых людей несколько, говорю, в другую сторону. Нет, я не про тех талантливых, которые покрышками украшают мой двор. Нет, я вот как раз таки именно, что талантливые люди у нас находятся в образовательных учреждениях. Я тут хотел бы коснуться проекта «Проросток». Вот ассоциация у нас стала победителем фонда президентских грантов с проектом «Проросток», в рамках которого дети образовательных учреждений, а также дошкольных образовательных учреждений будут в осени у нас посадочи соберут посадочный материал, посадят, будут осуществлять уход. И с последующей высадкой в следующем году как раз таки в рамках реализации проекта. Но цели у нас здесь совпадают с тем проектом, о котором идет речь. То есть это высадка этих насаждений как раз таки на территориях образовательных учреждений, многоквартирных жилых домов, в том числе там по проекту у нас предусмотрено озеленение части территории Мамаево-Кургана. Простите за меркантильный вопрос, для этого тоже средства нужны? Где будут изысканы средства? Фонд президентских грантов. А, все правильно, вы же получаете грант. И на дворы в том числе? На дворы в том числе. Нет, там все в проекте, все расписано. Для наших бережливых жильцов ничего тратить на эту программу? Для бережливых жильцов тратить ничего не нужно. Фонд президентских грантов софинансирование нам осуществил. Возвращаясь к проекту, о котором вы говорили, в рамках реализации проекта жителей МКД объявлен всероссийский конкурс «Лучший двор, лучший дом», в рамках которого есть несколько направлений, несколько номинаций. Это лучшая практика работы советов многоквартирных домов, лучшая практика работы товарища-собственников недвижимости, самый дружный дом, лучшая практика проведения капитального ремонта, лучший подъезд и лучший двор. В рамках указанных номинаций уже будет выбираться, собственно, победитель, которому предусмотрены в том числе и ценные подарки. Мы с коллегами можем воспользоваться потом всеми проектами, которые были предложены на ваш конкурс. И, пользуясь китайской терминологией, скопировать. Ну, может, наверное, будет и сделать и так. Поделитесь, есть какие-то сейчас уже моменты, которые... Заявки будут приниматься до 15 августа на сайте мойдом.er.ru. Там необходимо подготовить эссе, то есть вся там необходимая документация размещена на сайте. Заявки, опять же, важный момент, чтобы они были поданы не позднее 15 августа. Они будут рассмотрены, и награждение будет состоиться 11 сентября, в том числе предусмотрено награждение в Минстрое, то есть непосредственно в Москве. Уровень серьезный, пригодится. Уровень серьезный. То есть очень хотелось бы, чтобы жители активность проявили, заявки на сайте как бы можно заполнять, оставлять инструктаж, там не будут подробно сильно останавливаться. Но не стоит. Все это размещено. Главное сейчас наладить контакт, что такая ассоциация существует. Я думаю, после нашей программы к вам последует определенное количество новых сообщений, обращений. Мы контакты оставим обязательно. Спасибо большое. Виталий Александрович, у меня к вам вопрос по поводу людей. Возьмите микрофон. По поводу людей и обращений граждан со своими какими-то определенными пожеланиями. Дворы будут формироваться для кого? Для жителей же, в первую очередь. Да. Значит, их мнение должно быть учтено. Логично. Каким образом их мнение сможет попасть к специалистам, которые будут этим заниматься? Ну, смотрите, вот с сегодняшнего дня уже мы вышли непосредственно на работы. Понятно, что во время производства работ будут моменты, которые необходимо будет корректировать с учетом мнений жителей. Ну, где-то там, знаете, как бывает. Оставьте вот полисадник, мы здесь дорожку проведите. И не здесь, а там 20 метров вправо. Это мои грядки. Я здесь 5 лет возделываю. Да, поэтому мы назначили специально ответственных людей, которые будут в тесном контакте заниматься и с депутатами, и с представителями ТСЖ, и с представителями общественности. Для того, чтобы если какие-то спорные моменты у нас будут возникать, будут проходить собрания, мы будем привлекать общественность. И только после решения этих вопросов дальше уже реализовывать, соответственно, с учетом тех принятых решений, о которых вы говорите. Вот вы математикой хорошо владеете, цифрами в том числе. Примерно сколько на один двор будет потрачено, чтобы себе представить ту сумму, которая будет вложена? Нет пока сведений? Не все разные дворы. А, не получится поделить, потому что не порвано. Ну, конечно. Поэтому мы можем лишь говорить, с чего я и начал, о квадратных метрах асфальта, которые будут уложены. Какие-то дворы больше, какие-то дворы меньше. Вы же знаете, что есть двор, который объединяет три дома. А есть двор и эти, например, дома трехэтажные. А есть дворы, которые объединяют пять домов, и они девятиэтажные, трехподъездные. Конечно, там совершенно другой объем. Поэтому сравнить их просто некорректно. Согласен. Максим Николаевич, к вам следующий вопрос. Вы мне немного расскажите о том, как, собственно, будет налажена связь, практически то же самое, с людьми. Вам придется, я так понял, как депутату, тоже вникнуть в эту работу, присоединиться. У вас возникнет сразу же, вот я вам прогнозирую, вангую, так сказать, возникнет проблема с противоречиями. Всегда эта проблема была. Детская площадка или парковка? Я сейчас вам расскажу. Кто в этой дилемме прав? Ведь, ну и тем, и тем положено. Расскажите, как будет? Ну, я думаю, что депутатский корпус города-герой Волгограда, он не останавливался, а просто продолжит ту работу, которую мы делали при формировании проектных решений по каждой дворовой территории. Здесь суть вопроса в чем? Вот вы правильно сказали, что первый момент. Это очень здорово, что в данную программу вовлечены жители, жители домов. При формировании решения, как будет выглядеть двор, естественно, вот как Виталий сказал, это необходимо проведение собрания. В программу попадают только те дворовые территории, где у каждого дома есть старший по дому обязательно. Если в каком-то квартале не будет старшего по дому, то данный дом будет не учитываться, не будет голосовать, и они не попадут в программу. То есть нужно ускориться и выбрать сейчас, если вдруг нет? Ну, конечно, 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 конечно. И те решения, которые были уже сделаны по дворам, отобраны через конкурс, проводятся, выбираются лучшие проекты в первую очередь, а потом дорабатываются все остальные. Там везде есть старшие по домам, там совместно идет работа с управляющей компанией обязательно, потому что управляющие компании, они тоже очень активно участвуют в разработке проекта. И правильно вы сказали, при разработке проекта возникает масса-масса проблем. Почему? Потому что, ну, есть семья, есть дети, им нужны качельки, есть семья, у них пять автомобилей, им нужна парковка. И вот эти все... Да даже если один, нужна парковка. Ну, парковки понятно, но я имел в виду, что вот эти споры и наши задачи... Они просто бессмертны, их невозможно разрешить, мне кажется. Как вы будете справляться? Ну, справляемся по сегодняшний день. И когда проводятся общие собрания, обязательно присутствуют не только депутаты, присутствуют представители администрации района. Ну, уговариваем, разговариваем. Вот, к примеру, могу привести пример, когда Александровский сквер начали делать благоустройство, то сразу же подошел вопрос, а как же двор? Двор и маленький, а никуда он не попал. Вы не представляете, мы проводили, ну, собрание 15 провели, чтобы уговорить, понять, где будет проходить, что будет, но... Зато никто не усомнится в качестве предварительной работы. Да, да, да. И когда граждане вовлекаются, есть большие гарантии сохранности то, что они придумывают. Потому что, да, это очень важно, построить можно все, что угодно, а вот эксплуатировать и дальше содержать, это огромнейшая проблема. А когда граждане участвуют и говорят, вот здесь посадите дерево мое любимое, и она будет его там бабушка, дедушка или там... Поливать, ухаживать. Конечно, конечно, ухаживать. Поэтому все это здорово. И помимо всего, вот на сегодняшний день, когда смотришь цифры реализации какого-нибудь дворовой территории, то там появляются не во всех, но появляются внебюджетные деньги. Внебюджетные. Что такое внебюджетные деньги? Финансирование на двор идут федеральные, субъекта, городские и внебюджетные. Четыре момента финансирования. И внебюджетные это идет софинансирование граждан, проживающих в этих домах. Что это такое? Не на весь двор, а только на те спортивные сооружения, которые они хотели бы видеть у себя во дворе. А футбольное поле, допустим, или футбольное с волейболом, с баскетболом. У каждого своя цена. И от этой стоимости данной площадки 20% граждане должны собрать. Виталий Александрович, у меня к вам вопрос по программе, по ответственности, которая будет распределена между исполнителями. Меня в первую очередь интересуют гарантийные обязательства, потому что подрядчик будет, скорее всего, не один. Их может быть несколько, потому что программа огромная. Хотя я не знаю. Какие сроки исполнения и какие сроки ответственности будет нести исполнитель по гарантии? Гарантия у нас на дворовые территории такая же, как мы используем во всех дорогах. Это 4 года. Конкурс уже прошел, подрядчик объявлен. Я не буду никого рекламировать, но хочу сказать, что это достаточно серьезная крупная компания, которая у нас в том числе работает в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». И очень хорошо себя зарекомендовала. Тем не менее, никто не отменял лабораторный контроль, никто не отменял, соответственно, те мероприятия, которые должны быть выполнены в рамках приемки работы. Я вас сегодня уверяю, что к этому мы подходим очень-очень строго. И поэтому, конечно, при приемке работ мы будем смотреть и на качество материалов, на качество выполненных работ, на объемы, естественно. И в любом случае, те гарантийные обязательства, про которые я сказал, они будут выдержаны в рамках закона и в рамках того контракта, который уже заключен. Что касается срока выполнения работ, хочу вам еще раз просто сказать, что глава города Владимир Васильевич Марченко четко обозначил, что все работы по внутридворовым территориям должны быть закончены до дня города. В этом году 11 сентября, второе воскресенье сентября. По дворам программа будет длиться в течение еще последующих двух лет. Было заявлено, да, что эта программа будет длиться три года. Об этом говорил губернатор Андрей Иванович Бочаров. И, кстати говоря, это была его инициатива. И сумму изначально он озвучивал. Вошли в эту программу два города. Это город-герой Волгоград и город Волжский. И, конечно, мы надеемся и постараемся, чтобы своей работой показать, что эти деньги будут максимально освоены качественно, грамотно и эффективно. И тем самым, чтобы эта программа длилась не один год, а два, три, а может быть и больше, учитывая ту потребность, которая сегодня есть. Спасибо большое. Наше время уже истекло. Я желаю, чтобы у всех у нас были красивые цветущие дворы. Благодарю всех экспертов, которые нашли время сегодня посетить нашу уютную студию. Спасибо большое. Напоминаю, что смотреть наши программы можно на портале mtv.online. Всего доброго. До следующей недели. До свидания.